Интервью Дмитрия Медведева трем федеральным каналам, которое начнется только через два с половиной часа и активно рекламируется на всех этих каналах, перестало быть новостью задолго до появления в эфире. Да и сама беседа, распечатка которой была опубликована на официальном сайте президента, новостей не содержит. На вопрос о правом деле Медведев ответил, что партии хронически не везет на лидеров. На вопрос о грядущем президентстве Владимира Путина, что его рейтинг выше и сейчас именно он самый влиятельный политик в стране. На вопрос о Кудрине, что он несколько пересидел в своей должности и ему, видимо, стало скучно. Кудрин, напомню, на посту министра финансов провел 11 лет и, надо сказать, что он не единственный долгожитель в кабинете министров и отнюдь не рекордсмен. Кто еще мог пересидеть в своей должности и, быть может, даже заскучать, выясняла Лола Дагаева. Лола. Коллеги, добрый вечер. Всего в российском правительстве 18 министерств и, соответственно, столько же министров. Из них дольше всех на своем месте находится, конечно же, министр по чрезвычайным ситуациям Сергей Шойгу. Он занимает эту должность, начиная с 1994 года, пережил на своем месте уже трех президентов. Никто дольше него в России министром не был и, судя по всему, ему еще на своем посту не стало скучно. Сразу после отставки Кудрина Шойгу заявил, что дорожит коллективом, в котором работает, и пусть работодатель оценивает его работу. Я процитирую, если будет доверие, то, естественно, буду с удовольствием продолжать заниматься этим делом. Конец цитаты. Наверняка Шойгу останется с нами и дальше, судя по тому, что ему доверили даже выборы. Министр возглавил список Единой России по Красноярскому краю, в отличие от Строптивого Кудрина, который не раз подвергал критике эту партию и публично отказался быть ее паровозом. А давайте рассмотрим пятерку претендентов, которые действительно могут покинуть министерство. Надо отметить, что история с заменой министра финансов скорее исключение в практике назначения в 2000-е годы. Главы министерств обычно менялись пачками. Самая давняя такая группа министров была назначена в марте 2004 года, сразу после того, как Владимир Путин выиграл вторые свои президентские выборы. Именно они могут быть заменены в ближайшее время не только из-за срока, но и из-за других причин. Это министр иностранных дел Сергей Лавров, министр транспорта Игорь Левитин, министр внутренних дел Рашид Нургалеев, министр природных ресурсов и экологии Юрий Троднев и министр образования Андрей Фурско, а также последний министр, министр промышленности и энергетики Виктор Христенко. Что касается Лаврова, то поговаривают, что Лавров должен уйти им недовольный в министерстве застоя. Нужен человек извне, который перестроит МИД, так же, как в свое время министр Сердюков перестроил министерство обороны. Что касается Левитина, то с ним слишком много скандалов, связанных с катастрофами в транспорте, и очень много вокруг требований отправить его в отставку. Правда, в ответ на давление Владимир Путин никогда никого сразу же в отставку не отправлял. Обычно он выжидает, когда все схлынет. Так было, я напомню, с министром здравоохранения Зурабовым. Он был отправлен в отставку не сразу после скандалов с монетизацией. С Рашидом Нургалеевым абсолютно идентичная Левитина история. С Фурсенко понятно, что его никто не уберет. Он человек из кооператива «Озеро». Но он сам говорит, что последние два года он уйдет. У него очень сложное место, а все свои идеи он уже воплотил. Кроме того, он один из самых старых по возрасту министров. Виктор Христенко, по сути, уже в отставке. Его переводят на должность ответственного по таможенному союзу. Это уже решенный вопрос. Может быть, даже он уйдет до выборов. Из тех, кто был назначен 7 лет назад, в 2004 году, остается только министр Юрий Труднев. Он возглавил список «Единой России» по Пермскому краю. И у него пока что больше всех шансов остаться в министерстве. Спасибо, коллеги. Спасибо, Лола. Это Лола Тагаева о министрах долгожителей.